доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели решил все-таки записать очередной брифинг скажем на стыке праздничных дней потому что считаю что раз уж взял на себя обязательство держать вас в курсе всего что на рынках происходит в плане фундамента это обязательство нужно выполнять и никто меня раньше за язык не тянул поэтому друзья по хронологии сегодняшнего дня по той статистике потому что мы работаем торги как вы знаете уже открылись правда не по всем инструментам жалко что у нас нет возможности сегодня поторговать нефтянкой но ничего страшного потому что мы закрыли торговую сессию вторника довольно высоко 6605 по бренду остались томиться в таком позитивном настрое ушли на рождество я думаю что с хорошим настроением мы вернемся к торговле завтра уже друзья поговорим о том что котировки продолжат развитие восходящего движения я очень надеюсь и рассчитываю хочется верить друзья что вы примкнули к ко мне к моей идее длинной позиции и так же как я купили бренд в расчете на то что этот актив уйдет повыше текущих значений вообще было бы классно если мы добрались бы до цели 67 68 долларов за на баррель по новостному фону он не меняется это хорошо друзья пока что нету негативных новостей с полей переговоров сша и китай есть позитив которым варимся это ожидание подписание первой фазы торгового соглашения это разумеется первые числа января пока что конкретно еще не уточняли но я думаю что это действительно первая декада этот позитив поддерживает идею того что мировая экономика окажется на пути оздоровления я понимаю что рановато делать такие выводы особенно с учетом отдельных показателей промпроизводства ключевых регионов мира но давайте в отношении нефтянки все-таки примкнем тоже к этой позиции и тоже предположим что в случае если первая фаза переговоров сша будет завершена как и планируется и даст начало такому же конструктивному началу для второй фазы переговоров ну идея восстановление мировой экономики она еще какое-то время поживет а за восстановление мировой экономики конечно же должны идти и соответствующие показатели спроса на углеводороды что касается позитивного фона начала этой недели отмечу также комментарии министра энергетики россии александра новака который в принципе подтвердил что сотрудничество со странами опек будет продолжена и дальше я думаю что может быть это намек на то что страны все-таки поддержат совокупное снижение нефтедобычи для до 1 7 миллионов и после марта например до конца первого полугодия 2020 года если эта мера останется в силе то она точно будет компенсировать и нейтрализовывать все угрозы и риски избыточного на предложение также до конца этой неделе у нас еще данные по запасам друзья это в пятницу из-за праздников конечно же даты публикации нарушены но через за пару недель мы перейдем к привычному для нас расписанию пока что ждем завтра вечером этот отсчет и как я уже отмечал у нас есть с вами причины ожидать статистику со знаком минусы из-за сокращения импорта а в сша в том случае если запасы действительно снизится пожалуйста под закрытие недели у нас с вами будет еще один локальный повод чтобы немножко отыграть еще больше точнее нашу идею связанную с ростом котировок нефти доллар гена 10954 мы развернулись по этой валютной паре и до тех пор пока у нас снова не появятся очевидные признаки замедления темпов роста американской экономики они могут появиться в случае там например слабейших данных по индексу потребительских цен по нон-фарм перелс по темпам роста зарплат по показателю ввп но пока что статистика более-менее неплохая мы переходим в двадцатый год с идеей того что наверное до конца первого полугодия двадцатого года федрезерва вряд ли я пойдет на дополнительное снижение процентной ставки даже несмотря на постоянную все еще актуальную критику со стороны американского президента ну и касательно геополитики до тех пор пока мы с вами снова не повесим тучи над мировой экономикой из-за ухудшения отношений между сша и китаем у нас нет причин сейчас активно вкладываться в йену и прочие рисковые инструменты вот кстати рождественским и новогодним бонусом для нас сейчас выступил рост котировок нефти который честно говоря друзья я не очень-то могу объяснить ну разве что какими-то техническими факторами и действиями отдельных крупных игроков перед закрытием девятнадцатого года но все-таки тот фонд который сейчас сложился уж точно создавал условия больше для снижения котировок черного золота мы ждали у нас была позиция того что сначала золото вернется к полуторам тысячам долларов за тройскую умство и пойдет выше сейчас уже 1504 поэтому можно сказать что нам здесь подфартило евро против доллара 1 10 90 по прежнему настраивается на снижение и думаю что в ближайшую неделю две мы снова вернемся к поддержке 110 сегодня в 1155 данные по производственной активности ключевых регионов еврозоны и в целом на валютного блока ждем слабые цифры по прогнозам только такие и могут быть по фунту 129 85 вот за последние дни друзья со времени нашего последнего брифинга то есть у меня было два дня активных дискуссий будущем британской валюты и честно говоря вот мои коллеги меня убедили в том что у бренда точнее у на фунта есть сейчас потенциал возобновления роста восходящей динамики и возможно даже возвращение к уровню 1 и 4 1 на 4 это также цель это стендарта чартер это серьезное банковское учреждение друзья его недооценивать не стоит если вы попробуйте углубиться опять же в на сути организационной структуры этого банка может быть через какие-то потайные ходы придете к тому что этот банк является банком хозяева всех денег в общем и я склонен все-таки доверять себя прогнозам этого учреждения потому что проверил на истории какие цели они раньше закладывали в свои инвест декларации для клиентов и большинство из них при забеге на длинную дистанцию отрабатывали сейчас 1 40 по версии этого банка эта цель до конца года если вас интересует друзья долгосрочная сделка можете опять же оказаться в этих длинных позициях и ждать последовательного восстановления пары в районе уровня 1.4 что касается фундамента сейчас объясню что является основным почему функция все-таки снижается несмотря на то что вот неделю назад фактически джонсон его партии консерваторов протащили через парламент сделку соглашение с европейским союзом сейчас внимание трейдеров переключилась на переходный период после того как англия покинет состав европейского союза переходный период начнется фактически с 1 февраля двадцатого года и раньше предполагалось что он продлится несколько лет борис джонсон считает что не нужно ждать такого продолжительного периода времени нужно сократить этот период до декабря двадцатого года и трейдеры немного как говорится испугались и в частности считают что такого непродолжительного промежутка не хватит чтобы англия смогла согласовать съесть окончательные условия того как она будет взаимодействовать с валютным блоком дальше это все к вопросу таможенного союза единого европейского рынка позитив на рынке друзья может появиться в любой момент если вы держите длинные позиции то наверное нужно как говорится сейчас дать этому активу последний шанс чтобы он оправдал ожидания и все-таки показал восходящую динамику я подсократил позицию но определенную часть все-таки ланга еще держу будем следить за дальнейшим развитием событий доллар канадец 1.3151 ничего здесь нового интересного но единственное что сегодня в 17.30 выйдут данные по производственной активности канады если мы увидим еще один слабый отчет вы все прекрасно знаете как его нужно трактовать и австралии с против доллара 069 30 очень важный уровень он трижды уже за последние полгода разворачивал пару я думаю что это может произойти снова мы сейчас накладываем на важность технического уровня еще пожара в австралии которые угрожают очень серьезной просадки сельхоз хозяйственной отрасли и соответственно будущему показателю вы по и мы ждем с вами все-таки дополнительные комментарии по снижению процентной ставки на фоне того что уровень безработицы в австралии остается гораздо ниже целевого значения друзья на этом собственно все хорошей вам торговой сессии до завтра всего доброго до свидания